Сегодня в Сочи завершил работу Российский инвестиционный форум. Это ключевая площадка, на которой регионы презентуют свои возможности и заключают стратегические соглашения о привлечении инвестиций. Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Мазаровым за эти два дня подписала 8 соглашений с крупнейшими российскими компаниями. Одна из них с холдингом Евроцемента, модернизацией завода в Жигулевске и запуске единственного в России производства белого цемента. Это инвестиции более 1 миллиарда рублей, более 400 рабочих мест и еще более тысячи в смежных отраслях. Еще одно важное соглашение с концерном Вега, входящим в Росэлектронику, госкомпания Ростех, направлено в том числе на запуск в производство инновационных разработок Самарского медуниверситета. Уникальные изобретения, как, например, нейротренажер для реабилитации после инсульта, могут помочь медикам достигать влечения максимального эффекта. А многим людям вернуться к активной жизни. Также сегодня на форуме в ходе встречи с главами регионов председатель правительства России Дмитрий Медведев объявил, что подписал указ о присвоении Чапаевску статуса территории опережающего развития. Теперь в городе будут льготные условия для ведения бизнеса, а значит появятся новые рабочие места. О перспективах Чапаевска и о том, как удалось областным властям добиться принятия этого решения, ведь это второй город в регионе с таким статусом, расскажем в нашем материале. Территория опережающего развития – это когда, казалось бы, дальние перспективы становятся реальностью. Подписанию указа предшествовала большая работа со стороны правительства Самарской области. Ведь все понимали – новый статус, новые возможности. В ТОРах действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов, ну и есть возможность использовать дополнительные инструменты, скажем, инструменты фонда развития моногородов. Все это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от городообразующих предприятий и должно, что, наверное, самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, просто дать жизнь в эти населенные пункты. Чапаевск – это уже вторая территория опережающего развития, созданная на территории Самарской области. Сюда планируется привлечь порядка 5 миллиардов рублей инвестиций. Эту работу мы вели на протяжении всего 2018 года. Она очень непросто проходила. Мы заручились поддержке всех министерств в какой-то период, кроме Министерства финансов. И здесь пришлось проведить отдельные встречи с нашими коллегами, коллегами, работающими в правительстве, в Министерстве финансов. Нам удалось доказать эффективность принимаемого решения. У Чапаевска есть значительный потенциал, который нужно помочь раскрыть. И этим решением мы делаем серьезный шаг вперед. Также на встрече председателя правительства России с главами регионов речь шла о нацпроектах. Пожалуй, это главная тема не только прошедшего форума в Сочи, а вообще самый актуальный вопрос для страны. Впервые ставятся столь масштабные задачи во всех отраслях. Впервые на это выделяются такие суммы – 28 триллионов рублей на 6 лет. Самарская область очень активная. Губернатор возглавлялся. Одну из рабочих групп, одному из направлений. Очень важнейшему направлению – это сегодня инфраструктура, это подготовка земли, это инженерная подготовка, это коммунальное хозяйство. Это такой ключевой вопрос, потому что мы можем сколько угодно нам ставить себе задачи, но если у нас не будет подготовленных инженерных территорий, а для этого нужны ресурсы. И он об этом очень активно говорил, что нужны серьезные ресурсы, которые мы должны бы вложить именно в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Действующие меры будут пересмотрены. Как и что делать, сейчас решают, можно сказать, в ходе мозговых штурмов, говорит вице-премьер. Один из последних масштабных был в начале недели в Казани, сейчас продолжился в Сочи. Федеральные и региональные власти обсуждают, с помощью каких инструментов достичь поставленных президентом целей. Нацпроекты должны положительно отразиться на жизни каждого гражданина России, его благосостояния и комфортности жизни. Все понимают, задача непростая, как минимум амбициозная. Как отметил министр экономического развития Максим Орешкин, об эффективности надпроектов может говорить проект повышения производительности труда. Самарская область была в числе пилотных регионов и продемонстрировала хороший результат. Этот пример, он уже доказывает то, что национальные проекты могут достигать результатов и, конечно, они же дают положительный вклад в динамику области Самарской, в динамику показателей области. Поэтому здесь по другим тоже национальным проектам, я уверен, что Самарская область будет в лидерах находиться. Ну и по нашим проектам будем очень плотно работать. Сегодня есть общее понимание, что мы действительно решаем одну большую задачу, делаем одно важное дело, важное для страны, важное для каждого жителя Российской Федерации. Такая командная работа на старте, она, конечно же, уже сняла многие шероховатости. Мы совершенно точно могу сказать, избежали многих проблем запуска нацпроектов. Всего реализуются 12 нацпроектов. Самарская область участвует в каждом. Благодаря серьезной федеральной поддержке регион сможет решить не только ряд закоренелых проблем, например, в отраслях медицины, ЖКХ, но и вывести сферы на новый, качественный уровень. Первые результаты будут ощутимы уже в этом году. Александр Кобыльсков, Ольга Павловская, Сергей Павлов. Новости губернии. Сочи.